Скандал в хоккейной сборной и новые проблемы для Петракова. Обзор главных событий спорта недели. Главной повесткой прошедшей недели в спорте стали заключительные противостояния в отборе на чемпионат мира по футболу, теперь Украине для того. Чтобы отобраться через плей-офф, нужно не просто побеждать, но и надеяться на помощь от Франции. Также на неделе вспыхнул скандал в сборной Украины по хоккею, а женская сборная по баскетболу удачно стартовала в отборе на Евробаскет. Подробнее о главных событиях прошедшей недели в спорте в материале РБК Украина. Сумасшедшее транжирство и проблемы от финнов. На этой неделе сборная Украины по футболу проводила контрольный поединок против Болгарии накануне решающего противостояния с Боснией и Герцеговиной в борьбе за второе место группы Ди. В этом матче главный тренер желто-синих Александр Петраков показал определенную гибкость. Не только в разрешении конфликта с Русланом Малиновским, который вновь вернулся в расположение сборной, но и переходом к тактике с четырьмя. Защитниками которая позволяет задействовать главных звезд команды на поле одновременно. В плане игры это дало приятный результат, полное доминирование над болгарами, аж 36 ударов по воротам, из которых 14 были в створ, против лишь 4 у оппонентов, и отличные комбинации впереди. И в то же время абсолютно ужасный как для такого расклада, результат 1-1, и реализация, где гол украинцам удалось забить лишь под занавес поединка ударом из-за пределов штрафной от Тараса. Степаненко. При этом не стоит забывать ужасную ошибку в обороне, которая привела к голу, грубые ошибки допустили Николай Матвиенко и Александр Тымчик, а также не очень уверенно сыграл на выходе Георгий Бущан. В итоге получаем вроде и приятную картину, но не такую, которая бы давала полную уверенность, что задачу минимум, победу у Боснии, украинцы выполнят. К тому же добавили проблем Петракову Финны, которые вчера в важнейшем для украинцев матче переиграли Боснию. 3-1. Эта победа позволила Финляндии обойти Украину и теперь даже ничья с Францией может принести финнам второе место и путевку в плей-офф. Победа над действующими чемпионами мира, которых уже никто с первого места не сдвинет, гарантирует Финляндии второе место. Украине же нужно побеждать Боснию и желательно с преимуществом в два гола, благо боснийцы уже не имеют никакой турнирной мотивации и верить в помощь от Франции. Решающие матчи между Боснией и Украиной. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Также Финляндии и Франции состоятся 16 ноября в 21 час 45 минут. Первые участники ЧМ 2022. Украинцы сыграют в последний день матча отбора, 16 ноября. А пока уже определились пять участников ЧМ в Катаре от Европы. Германия уверенно завершила отбор лишь раз проиграв, тогда как Дания, Бельгия и Франция досрочно гарантировали себе путевки на ЧМ. Еще одну путевку в очном противостоянии разыгрывали Хорватия и Россия. Россияне имели преимущество перед матчем и их устраивало. Даже ничья, но за семь минут до конца они забили в собственные ворота, автогол на счету Федора Кудряшова и пропустили на мундиаль хорватов. Сама Россия теперь будет участвовать в плей-офф. В эти минуты также решается судьба путевки в очном противостоянии между Испанией и Швецией. Скандал в хоккее. Накануне сборная Украины собралась на второй сбор за последние два года. Главная цель сбора – подготовка к чемпионату мира, который пройдет в конце апреля. Сейчас же. Желто-синие должны были играть в международном турнире Юра Айс Хаки Челлендж. Подобные сборы были в мае, но тогда между Федерацией и хоккейным клубом Донбасс вспыхнул скандал, последние отказались отпускать своих хоккеистов в расположение сборной. В этот раз вроде все утихло, но прямо перед стартовым поединком Евротурнира против Италии Донбасс. Президентом которого является Борис Колесников, отозвал всех своих игроков, в расширенном составе было 11. Представителей дончан. Единственный игрок, кто отказался покидать сборную, оказался Виталий Лялька, с которым Донбасс сразу же контракт и расторг. Также были отозваны и игроки молодежных сборных. В Федерации хоккея Украины такое решение назвали предательством. Угрозы манипуляции и шантаж, всему этому будет дана жесткая оценка, прокомментировал скандал президент ФУ Георгий Зубко. В итоге украинцы в обновленном составе дважды уступили на Евротурнире. По булитам Италии 3-4 и Венгрии 1-2. Уверенный старт баскетболисток. А вот женская сборная Украины по баскетболу очень уверенно стартовала в отборе на Евробаскет-2023. Наши баскетболистки сперва в Киеве уверенно переиграли Францию 90-71, а затем добыли и вторую викторию в Финляндии у местной сборной 71-77. В обоих матчах лучшей на паркете была главная звезда желто-синих Алина Ягупова, которая набрала суммарно 64 очка, 33 против Франции и 31 против Финляндии. Таким образом украинки после этого окна является единоличным лидером группы Би в отборе на Евробаскет.